и снова я приветствую вас на моем канале на уроке 28 я думаю самый красочный будет урок откроем файлик такой красивый почему он будет самый красочный потому что на вашем экране в конце этого урока будет падать красивый снегопад snowfall очень красивый стопудева короче я хочу сделать такой снегопад сделать его немножко профессионально когда будем писать код то сделать функции сделать класс который описывает снежинку ее функции ну какие функции снежинки у нас есть то есть описать ее местоположение скорость падения какого функции трубут ее рисовать функция которая будет двигать для этого я приобрел ничего не приобретал вот уже три картины четыре картинки снежинок пен пенджи файл ведь такой и почему как это вот они четыре картинки этих такие снежинки мы запусть может конечно больше добавить сколько угодно ну нам хватит этих четырех вот они увидите пен джи пен джи пен джи они 128 на год можно открыть такое ведь 128 128 и это шашечки шашечки на заднем фоне это значит и что этот цвет прозрачный это очень кстати важно используйте всегда прозрачные для игр там для чего нибудь используйте прозрачным картинки с прозрачным задним фоном и в общем давайте и начнем да как говорится импорт сделаем нужных библиотек на спай game да принципе первое и остальные чуть попозже и так сделаем сразу макс икс это размер нашего экрана я подумал под свой кран буду под свой лэптоп у нас мне такой не супер крутой 300 1366 пикселей по иксу и макс и его а есть у меня 700 шестьдесят воска шеи это не full hd это так почти полностью и размеры сколько снега да вот допустим макс сноу снежинок сколько у нас снежинок максимум ну пока что сделаем то можно потом бы изменить посадить это будет что будет очень красиво на экране выглядит и размер и снежинки до сноу сайс я так и глобальные эти как они переменные которые при спешите 4 пикселя сделала они у меня последствия хочу их два раза меньше прошли 4 шпани были то что как бы под константы которые неизменяемые принципе да да и в общем мы пропишем класс назовем его сны в нем будет и как я говорил все данные о снежинке ее методы методы напоминаю это то же самое что функции просто которые принадлежат классу вот и все наш этот как в мэйн как говорится да главный такой отдел часть программы то есть где все будет запускаться я не буду перекидывать этот класс в отдельный файл оставлю его здесь вот и все в одном файле весь код будет нацать небольшой принципе будет поэтому и в общем мы сделаем несколько таких функций допустим первая функция у нас будет называться и не тела из пай game game и мы туда перекинем наш макс x и макс лай как бы расширение нашего расширения нашего экрана потом следующую функцию закинем которая будет у нас что инициализировать ну например это наши снежинки и нить и снижение снегопад наш и нить и она из джинирой до снова да вот так и начинается но что она будет брать количество снежинок всего лишь и размер снежинки да 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 макс слоу и макс мммм и размер не размещать не размер здесь маска канализация будет да не надо как бы на экране мы по раздаем эти как его инициализация картинка здесь короче на все ништяк так 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 или можно вообще-то знаете да закинем все же как-то у нас но сайза снова сайз до сюда тоже закинь и дальше у нас будет функция то никакая все кстати да дальше у нас будет вайл true наш массив массив какой массив цикл вечный как говорит самой уже прорисовки в нем мы будем читать этот кнопочку need exit нет давайте функцию такую закинем тоже не не на будет называться need exit просто допустим все такая будет нет если или чек exit давайте так чек exit то есть если вдруг там где то есть у вас сразу вылезет иначе же у нас все будет делаться а ну принципе здесь у нас будет двигать ну снова да ну снова там и как говорится джоус но да так это это уже методы этого нашего класса мы их пропишем и так пока я наглядно просто делаю и в общем все будет так рисовать теперь давайте начнем с нашего наверное класса он у нас принимает и 2 класс стоп класс у нас чем и ничего не принимает в классе я думаю в клокадом у нас или же каждый снежинку перекидывать и будем всего лишь 2 2 2 2 параметра x и y то есть где ее нарисовать в принципе вот и все да ну давайте начнем определять эти функции дэв тэк тэк и нет функция и нет который получает селф всегда остается в классах но мы перекидываем еще икс и перекидываем ей увлай такс понеслась теперь понеслась селф икс внутренний x равен внешнему то который перекинем селф вай равен вайту то что мы перекинем еще какие параметры нашего снежинки селф точка спид скорость скорость падения снежинки в принципе сколько пикселей с каждым шагом снежинка опускаться вниз тут давай как бы изменивая я его хочу сделать чтоб скорость была не постоянная у каждой снежинки не снега стандартная чтобы каждый сверкала своя скорость поэтому я случайным цифрам буду выбирать случайным цифрам и используем рандом для этого нужно импорт рандом библиотеку такой чтобы использовать функции рандомальные но эти случайно случайно случайные случайные цифры и она использует так рандом . и в скобках указываем от скольки до скольки мы нам нужно три скорости делаем 1 1 пиксель 1 пиксель 2 и 3 то есть от одного до трех вот так вот она используется это она включительно то есть взять цифру случайно от одного до трех включительно единицы включительно троечки то есть будет или до единичкой двойка или тройка это будет наши скорости теперь давайте инициализируем наши как вот картинки какую картинку бы у нас четыре картинки какую картинку тоже случайно чтобы он сам выбирал себе какую картинку мы здесь назовем image number смотреть можно как бы взять и image number если это номер один то картинка равняется бла-бла-бла если это два ифов то есть прописать но мы у нас картинки с одно и то же имя принципе то везде все они снова единственное из различия в них это только циферку поэтому мы используем это дело то есть смотрите мы делаем и и им на мой канал и равняется Рандом тоже Ранд Рандинт Рандинт Ой, рэнч, блин, ввелся Рандом Рандинт И у нас 4 картинки, правильно? Поэтому у нас от 1 до 4 Он генерирует какую-то цифру И теперь нам нужно имя файла составить В принципе, self.image.filename Image.filename Чему это равняется? Это равняется слову snow Плюс циферку, которую мы взяли Так как эта циферка, нам нужно переконвертить ее в стринг В смысле rself.image.num То есть эту циферку мы берем И добавляем еще что? Точка png Точка png То есть переменную в image.filename У нас будет закидываться наше название файла Теперь загружаем этот файл Self.py Ой, стоп, стоп, извините Self.image, назовем его Image нашей картинки, myimage Равняется И как мы на прошлых роках загружали Пай, загружаем картинку в пайгейм Испайгейм.image.load И что загрузить? Загрузить название файла Название файла у нас Оно у нас в self.image.filename У нас оно находится здесь И это дело мы делаем конверт Ну помните, я вам всегда говорил Когда загружаетесь, там пишите конверт Чтобы она вроде больше работает Я так, значит, прочитал Сейчас увидите, почему Это конверт вообще здесь очень важно Так, дальше мы хотим уменьшить У нас картинки по 128 на 128 Мы хотим их уменьшить на 64 Да, как мы там захотели Поэтому давайте еще раз Image Равняется Pygame Pygame.transform Scale И берем нашу картинку И картинка у нас в self.image Ой, здесь двойные картинки Секунду Self.image То есть, ну, та же самая картинка С самого себя Сама картинка равняется Уменьшенная сама картинка И насколько мы уменьшаем На snow size Snow size Запятая Снота Икс и вайк По икс и вайк И в принципе все Это мы создали нашу Как его Снежинку прописали Все их Теперь два метода Сделаем Один метод будет называться Двигать Снежинку Второй Как его Рисовать снежинку Dev Move Snow Что он будет принимать у нас? Да ни черта он не будет принимать Мы просто вызываем Его И он двигает эту снежинку Вот и все И так Снежинка может двигаться у нас В двух направлениях Всегда Она движется Влево или вправо Двигается Дергается Как бы да Или может остаться на месте Ну по иксу И она всегда Привсегда Двигается вниз Скорость движения вниз У нас В зависимости от вот этого Да в спид То есть Ну что пропишем Давайте Не знаю Да Вниз просто да Да давайте вниз Пропишем сначала То есть сначала Будем двигать ее Как будто все время вниз Итак Self Y Равняется Self Self Y Плюс Self Точка Speed Сейчас он будет ругаться Что можно было это сделать Self Plus Равняется Или не будет ругаться Они не ругаются Ну все так Наглядно и понятнее Self Y равняется Self Y Плюс Скорость То есть всегда добавлять Сколько-то пикселей вниз Но нам нужно проверить Чтобы она Если она уходит в самый низ То есть Помните как картинка Да у нас X Вот эти координаты Мы указываем Вот эти Вот эти угла То есть Если эта картинка Уходит в самый низ Пусть Пусть эта часть уже не рисуется Она ушла вниз В самый низ Но когда Вот эта фигня То есть Это максимальный Y Уйдет до самого низа То есть Мы картинку не видим Я хочу чтобы Эта снежинка Начала появляться сверху То есть Чтобы у нас не Снегопад Как говорится Все снежинки наши упали И исчезли Чтобы каждая упавшая Снежинка До самого конца экрана Появлялась плавно Красиво сверху Появлялась Не сразу То есть Рисунок Все снежинки А чтобы нижняя часть Управилась Прорисовывалась красиво Сейчас Я вам покажу Как это делается Ничего сложного В общем Мы Опускаем Снежинку вниз Теперь мы проверяем If Self Y Больше Max Y Если он уже Все вообще Все Снежинка исчезла То что делать Нужно Снежинку поднять наверх Наждая Туай Поднять наверх Self Y Чему он равен Он равен У нас Такой штуке Он как бы равен нулю Да Но и туда Снежинка появится Вся на экране Сразу будет Блицать А мы хотим Мы же знаем Размер Снежинка То есть 0 Минус Snow Size То есть Snow Size У нас 64 равен Правильно То есть Короче мы В принципе Self Fly Равняется Минус 64 И продолжать Будет Прибавляться К нему Циферки Вот так Наша Снежинка Будет Красиво Поднимать Как только Она пустила До самого Низа Будет Красиво Появится Сразу Сверху Она будет Плавно Спускаться Вниз Все Движение Y Прописали В принципе Теперь Давайте двигать X По X Есть два движения Или влево Или вправо Или Вообще Не двигать Так Все просто Теперь Давайте Какую переменную Ай Допустим Равняется Rand Ой Random Rand Ну то Будет Наш Как Такой Флаг Куда Двигать От Одного До Давайте Сделаю До Трех Один Да Сделаем До Трех Или В принципе До Двух Вы знаете До Трех До Трех И Трех Не будем Использовать Если Равно Три То Снежинка По Иксу Остается На месте Вот Так Будет Да Мы Должим Один Только Дергаться Должны Еще Это И Теперь Мы Просто Проверяем Этот И Смотрим Если Если Y Равен Равен Единице То Это У Нас Будет Налево Да Это Сейчас Напишу Move 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 Трех И теперь тоже. Если снежинка потихонечку у нас ушла направо, или она, допустим, была здесь, в самом начале, и уходит направо, как только она доходит до самого максимально правой части экрана, я хочу, чтобы она красиво появилась слева, плавно. Это просто делается проверочка. Если self-x больше максимального икса, тогда что сделать? Тогда self-x равен чему? Равен нулю, но не только, не со нулю, и напишут, он будет появиться с этой части экрана, прям сразу вся картинка. 0 минус snow size, вот, то есть 0, это минус 64, то есть только она появится где-то там, левее, как говорится, экрана, и будет бликать сюда немножко, да? И отлично. Это мой x, в принципе, весь прописали. Нет, это мы направо прописали. Теперь давайте двигать это дело налево. И так, налево. L, if, вот он наш, l, if, секунду, подниму сюда, 6 ненужной строчки. Иначе, то есть вот это у нас все было движение направо. Мы двигаем, прибавляем по единичке направо, проверяем, что, как, за пределом экрана уходит наша снежинка, и показать ее слевой части. Теперь налево. Self-x. То есть, если флаг наш равен двойке, значит, это будет у нас движение налево. x здесь равняется self-x минус 1. Ну, сделаем минус равно, чтобы не ругалась, да? Минус равно единичке. То есть, снежинка уходит налево по одному пикселю. И теперь ту же самую проверку мы сделаем, чтобы, если вдруг она вообще ушла туда. Если self-x меньше, здесь нужно сделать меньше, чем 0 минус snow-size. То есть, туда вообще ушла налево, чтобы мы ее вообще не видим. То есть, чтобы она появилась у нас справа сразу же. Тогда self-x равен snow-max. Ой, макс. Снова макс. Что-то ошибся. Макс-x. То есть, появится с правой стороны. И, по-моему, усю. Дайте я перепроверю. И... Если x равен больше x. То есть, на правом проверяем. И тут, если x, мы проверяем. То есть, мы продвигаем его налево. И да, вроде все чудненько. Что ругаешься? Colon expected. Какой еще? А, двоеточие. Да, да, да. Забыл. Забыл. И, ну, вроде как бы и все. Можно... Да. В принципе, чудненько. И, в принципе, вообще-то все. Да. Это move snow. Это мы такое сделали движение снова. Теперь draw snow. Давайте функцию сделаем. Ну, метод. Метод. Метод, как их называют. Draw snow. Он вообще ничего не принимает. Ну, просто... Да. Просто рисует. Я, да, все это все, кстати, все лишь одна строчка. Screen. BLEED. BLEED. Self. Image. Картинку рисовать. И где ее рисовать? Нарисовать ее по каким крадиантам? X. Запятая self. Y. Все. Наш класс написан. Все. Что это? А, он не знает, что такое. Screen. Какой кошмар. Какой кошмар. Узнает. Ничего. Мы сейчас внизу пропишем все это дело. Все будет хорошо. Узнает, что это такое. Так, теперь давайте функции. Да, у нас функция initialize pygame. То есть мы ее уже описываем здесь. Def. Initialize pygame. Что у нас берет она? Max. А, и Max. Ну, давайте Max. Прям так и оставим. Max. Y. Спитая. Max. X. Блин. Спитая Max. Y. То есть мы ее здесь описываем. Что там ругается? Type in Word. Да, никакое. Type in Word нет. А мы здесь просто делаем pygame. Init. Ну, в принципе, строчки, те, которые мы могли бы в main вставить. Да, ну, я просто хочу распихать. Screen равняется. Это мы режим графически ставим. Pygame. Display. Set. Mod. Какой резолюции? Max. X. Правильно, да. Это, запятая, Max. Y. И хочу сделать это в полном экране. Поэтому здесь нужно еще одни скобочки. Здесь, в конце тоже. Здесь запятая. Pygame. Pygame. Fullscreen. Все. Это будет полный экран. Чутенько. Screen не используется. Сейчас будет используется. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Давайте еще задний, этот, как вот, цвет, 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 да. Цвет желательно бы еще. И ждите, я сейчас думаю, как это сделать. Initialize. Или не распихивать. Или давайте не будем эту. Initialize сделать, вот, наверное. Да, короче, сделаем просто вот так вот. Это будет у нас в нашем main, короче. Прости, немножко, пайги, бла-бла-бла. Дальше я хочу еще взять такой черный для черного цвета, чтобы мы зарисовывали задний фон. Background color у нас будет. Он будет равен у нас черному полностью. То есть, red, green, blue. Это для черного цвета. За-ши-бись. И так, 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 так. Теперь мы, я инициализирую тоже этот, как его. Initialize. Ну, здесь как бы, национально у нас сейчас будет. Ну, я сейчас это, как его. Создам массив наших снежинок. Ну, fall, да. Наверное, вот так вот. Равняется. Пустой такой. Пустой массив наших снежинок будет. Туда мы сейчас будем, в этой функции, национально у нас закидывать весь хлам. То есть, давайте. Initialize. Snow пропишу. Mac, который принимает. Макс, ноутскали максимальный качество снежинок. И Snow Size, да. Snow Size. Нужно, я уже не помню, даже что-то сюда. Наверное, но он должен пригодиться, да. Мне вообще не нужно что-то. Не-не, нафиг мне нужен. Не нужен никакой, да. Нужно только вот это. Итак, двоеточие. Поехали. И что у нас эта функция будет делать? Эта функция у нас будет вот так. ForEye inRange. Э. Блин. В каком рейнде? От нуля до MaxSnow. Э, не-не-не-не, извините. Стоп. Что эта функция у нас будет создавать наши снежинки и давать им случайные положения на нашем экране. Случайное положение X и случайное положение Y. Да. И сколько у нас таких штучек, сколько снежинок мы хотим. Ну, то есть, все правильно. От нуля до MaxSnow. Что нужно делать? Давайте сделаем XX, да. равняется RANDOM, RANDOM, блин, точка, RANDINT, и от нуля. То есть, X у нас какой генерируемый X? От нуля, от начала экрана до конца, до MaxX. И точно так же мы делаем Y. Генерируем случайно. То есть, наша каждая снежинка будет получать случайное местоположение. На нашем экране. Во всем. MaxY. Что-то я тут зафигачил. Так, и теперь мы, в принципе, создаем и добавляем в наш массив. Начинает Snow. Кстати, наш Snow должен получать еще этот, как в наш массив. Snowfall, да, должен получать наш массив. Начинает Snow. MaxSnow и Snowfall мы перекидываем. Snowfall. Snowfall. Да, вот мы перекидываем сколько всего снежинок. И куда эти снежинки захорнячат? То есть, в массив MaxSnow. Ну, в массив Snowfall. Что пишет? Resolute Reference. Initialize Snow. Initialize. Ну уж правильно, не? Def. Не, по-моему, одинаково написано. Короче. Где мы? Мы здесь. Наша функция, которая инициализирует наши снежинки. И теперь. Чего ты хочешь? Агумент, чего бы, lowercase. А, ну да, ладно. Хочет. Ладно. MaxSnow. Сноу. Да. Ладно, хочет. Маленький букв. Да, здесь мы можем перекидывать. MaxSnow, который мы получили от нуля до MaxSnow. Вот так вот. И теперь мы, в принципе, делаем append, добавляем в наш массив объекты, которые создаются с нашего класса. Вот это все делается с одной из строчкой. Сноу-фолл. Аппенд. Точка аппенд. Сноу-фолл это наш массив. И чем его добавить? Добавить его сноу. Мы создаем объект, в который перекидываем этот xx и yy. Это наш класс. Мы вызываем наш класс и перекидываем его xx и yy. Ну, в смысле, координаты этой, как снежинки. Вот они здесь получаются. И все прописывается, все проделывается. И, в принципе, все. Все красиво и хорошо. И нитя... Что здесь? Блин. Секунду. Я такой пипец сделаю. По-моему, здесь немножко название. Может, чуть-чуть. В какой-то буковке. Я ошибся, да. Видите, в какой-то буковке. Все. Готово. И... Что не так? А, неправильное слово. Короче. Хорошо. Все. Нициализировались все наши эти, как его, снежинки. Снежинки у нас создались. И теперь, в принципе, можно check for exit. А, теперь нужны эти снежинки, как его... Ням-ням-ням. Короче, нам осталось прописать только эту функцию. Check for exit. Вот и все. И, в принципе, начать использовать. Давайте сделаем. Check for... For exit. И у нас это такая простая функция, в которой мы просто будем... Помните, как писать... Брать event. For events. Event in Pygame. Event in Pygame. Event in Pygame. Event in Pygame. И уберем все ивенты. И на любую кнопку нажатия, чтобы мы вышли, я сделаю. Event in Pygame. Type in Pygame. Type in Pygame. Pygame in Pygame. Кей down. То есть, любую кнопку, которую кто-то нажал, выйти нафиг. Sys.exit. Так, системная такая функция, естественно, не находит. Ну, там просто добавить нужно и сделать импорт Sys. Библиотеку системные эти использовать. Все. Это check for exit. А, двоеточие. Check for exit. И вот check for exit у нас заработал. И теперь, как мы проходимся по всем снежинкам. Где у нас все снежинки? Они у нас в snowfall. Правильно? И, значит, мы пробегаемся for i.index у нас будет in snowfall. То есть, проходимся по всем снежинкам. И делаем i.move. Move snow. Подвигать. И после этого делаем i.draw snow. И после этого, последняя, в принципе, строчка нашей программы. Это display. Раздела трендинг. Рендеринг всего нашего, всей нашей игры. Вот такой у нас main, как говорится. Тизизируем. Создаем этот, как его, видеорежим полный экран. Черный цвет. А, черный цвет. Да, эти будут прорисовывать перед тем, как прорисовывать черный цвет. Черный цвет. В самом начале вы имеем его здесь. Screen.fill. Заполнить этим черным цветом. BG color. Ну вот, выглядит как бы все. Я думаю, что даже можно попробовать запустить. И оно даже, наверное, сработает. Я сохраню это дело. Что он здесь какой-то пишет. Где-то ошибка какая-то есть. Что-то красненьким здесь подчеркнуто. Что не так? Давайте попробуем запустить это дело. Посмотрим, где у нас ошибка. Может какая-нибудь. что-то есть. Union does not match any other identity level. Где-то draw snow. Где-то draw snow, draw snow, draw snow, draw snow. Секунду. Где у нас draw snow. Initialize snow, draw snow. Я вот. А. Одну пробелечку одену сюда. Ага. Вот так вот. Блин, с этими количеством пробелов, конечно. Ну что, вроде все нормально. Запустим. О. Все работает. Ну, быстровато. И заметьте. Так, у меня, как его, картинки прозрачные. Я не вижу прозрачные. Видите, они друг друга накладываются как-то. Видно, что они в этом вроде. Сейчас, короче, это сделается. Это меняется. Делается просто-просто. Смотрите. Помните, здесь конверт был? Так вот. Для того, чтобы и несмотря на то, что у нас картинки с прозрачным фоном. Ну, просто здесь нужно добавить конверт альфа. Используйте этот альфа цвет. А. А. Э. 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 Все. Смотрите, сейчас я запущу. Ну, теперь намного красивее. Ну, как-то быстровато, да? Правильно. Можно задержку, в принципе, сделать. Задержка делается и такой фигней. Но это нужно добавить еще одну библиотеку. Импорт. Это так. Пауза, как бы. Ну, делай такой. Импорт time. И, допустим, мы вот здесь делаем в самом конце. Э. Такую. Тайм. Точка. Слип. Спать. И это в секундах. Это все. Слип. В секундах. Ну, не хочу в секунду было. Хочу, чтобы микросекунды. Ну, допустим. 0. И. 0.20. О. Микросекунды вообще. Ну, совсем чуть-чуть. Ну, медленновато, да? Вышло. Давайте. Может немножко. 0. 0. Супер микросекунды. Ну, уже приятнее. Вот. Наш снег. Видите? Все красиво, приятно. Сверху вниз падает. Тут же появляется. До конца не западает. Появляется слева. Если это уходит вправо. Он тут же вылазит слева. В общем, все плавно и красиво. И вот вам готов снежный снегопад. И именно этот же код без единой строчки изменения вы можете запустить под линуксом. И он будет точно так же красиво работать. Ну, я надеюсь, было познавательно и вам понравилось. Надеюсь, не слишком вроде как длинный вышел. Хотя может быть длинный. В общем, до свидания. Увидимся в следующих уроках.